В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня у нас 30 декабря 2018 года. Продолжаю начитывание книги. Называется «Золотые руки». Бен Карсон. Это темнокожий нейрохирург, который в Америке находится. Как он описывает свою жизнь с самого детства. И последующее. Как он стал известным хирургом. Как Господь благословил его труды. Дал ему этот дар, талант, руки ему. Вообще, приумножить этот дар во славу имени Господня. Глава 4. Две удачи. Не знаю, покачала я головой. Я хочу сказать, что не уверен. Как скверно снова почувствовать себя круглым дураком. Мальчик передо мной без труда читал каждую букву на последней строке. Я же и первую не видел как следует. «Теперь ты», – предложила мне медицинская сестра. И я шагнул к таблице для проверки зрения. Голос сестры звучал весело и ободряюще. «А ну читай, не прищуривайся, нечего щуриться». В пятом классе в середину учебного года проводилась обязательная проверка зрения. Я щурился, пытаясь добиться фокусировки. И едва-едва прочел первую строчку. В результате проверки мне бесплатно выдали очки. Когда их подбирали, доктор сказал. «У тебя такое плохое зрение, парень, что ты можешь считаться инвалидом». По-видимому, зрение у меня ухудшалось постепенно. Но мне не приходило в голову, что оно такое плохое. На следующий день я пришел в школу в очках. Я был изумлен. Впервые с последней парты я видел написанное на доске. Очки стали первой моей удачей. Они помогли мне оставить позади последнее место по успеваемости. Как только я стал хорошо видеть, улучшились мои отметки. И дело, хоть не сразу, пошло на лад. Когда были выставлены семестровые оценки, миссис Уильямсон вызвала меня к доске и неожиданно обрадовала. «Бенджамин, в целом ты стал учиться намного лучше». Но по ее улыбке я понял, что успехи мои могли быть и большими. Видимо, она хотела меня подбодрить. По математике я получил тройку. И это уже было заметным улучшением. Наконец-то я не провалился на контрольной. Мне стало значительно легче, когда я увидел семестровую оценку. Я подумал, у меня по математике тройка, я исправлюсь. Теперь есть надежда. Я не самый глупый парень в школе. Если в течение полугода ты был хуже всех в классе и внезапно резко вырываешься вперед, хотя бы только соединиться на тройку, то сразу же обретаешь надежду. Впервые с момента перевода в Хиггинскую школу мне удалось сделать что-то лучше кого-то другого в классе. Но в маминой планы не входило, чтобы я останавливался на достигнутом. «Молодец, Бенни!» – сказала она. «Я горжусь тем, что твои отметки улучшаются. Так и должно быть. Ты ведь умный парень, Бенни!» Несмотря на все мои радости и надежды, мама не была счастлива. Увидев улучшившиеся отметки, услышав, что говорит миссис Уильямсон, она стала нажимать на меня. «Недостаточно просто не провалиться. Этого мало. Ты слишком умен, чтобы остановиться на тройке. У тебя должен быть лучший в классе балл по математике». «Но, мама, хорошо уж, что я не провалился!» – застонал я, полагая, что он недостаточно оценивать мои успехи. «Конечно, Бенни, ты стал лучше учиться!» – продолжала мама. «Но надо стремиться к еще более высокому результату». «Я попытаюсь. Я сделаю все, что смогу. Ты можешь стать лучшим учеником, и я тебе в этом помогу». Глаза ее сверкнули. Тогда не знал, что в ее голове зародился грандиозный план. Ей мало было просто сказать «исправляйся». Она искала способ научить меня, как это сделать, и придумала план, который оказался моей второй удачей. Отметки маму не волновали, пока я не принес табель за полугодие. Она-то была уверена, что оценки бостонской школы отражают реальные успехи. Поняв, как плохо обстоят мои дела в Хигинской школе, мама взялась за меня по-настоящему. Мама ни разу не спросила, «Почему ты не такой, как другие смышленые мальчики?» Она не видела смысла в подобных словах. Я чувствовал, что для нее важнее мое максимальное старание, чем соперничество с одноклассниками. «У меня двое смышленых парней», говорила она. «Двое очень смышленых парней». «Я стараюсь», — наставил я. «У меня уже лучше с математикой». «Но должно быть еще лучше, Бенни», — каждый вечер говорила мама. «Ты уже начал подтягиваться по математике, но нужно стремиться к большим успехам. Вот как этого добиться. Во-первых, выучи таблицу умножения». «Таблицу умножения?» — закричал я, решив, что она эта для меня уже слишком. «Ты знаешь, какая она большая. С ней и за год не справишься». Мать взглянула на меня чуть свысока. «Я окончила только три класса. Я вот уже двадцать лет ее помню». «Но я не могу, мама». «Можешь, Бенни. Просто ты должен быть повнимательнее. Учи. А завтра, когда я вернусь с работы, мы вместе ее повторим. Будем повторять таблицу умножения, пока ты не выучишь ее лучше всех в классе». Я понял, что дальше спорить глупо. Кроме того, тут мама... Кроме того, тут мама произнесла самое ужасное. «Завтра, пока не выучишь таблицу умножения, не пойдешь гулять и не будешь играть». Я расплакался. «Посмотри ты на них!» — кричал я, тыкая пальцем в колонки цифр из таблицы умножения. «Разве можно их выучить?» В таких случаях говорить с мамой было бы все равно, что беседовать с камнем. Голос ее был тверд, губы сжаты. «Ты не выйдешь из комнаты и не будешь играть, пока не выучишь всю таблицу умножения». Когда я вернулся из школы, мамы, конечно, не было дома. Но мне и в голову не пришло своевольничать. Она воспитала нас с Куртисом так, что мы всегда ее слушались. Я принялся учить таблицу умножения. Я повторял ее до тех пор, пока не выучу наизусть. Мать, как и обещала, проверила меня вечером. Она вообще живо интересовалась моими школьными делами. Постоянно подбадривала меня. Так что со временем мне саму захотелось учиться лучше. Когда я вызубрил таблицу умножения, математика стала даваться мне много легче и отметки сразу улучшились. Чаще всего они были даже выше, чем у других ребят в классе. Мне никогда не забыть моих чувств, когда после контрольной на вопрос миссис Уильямсон я ответил «24». Я почти кричал, повторяя «24 правильных ответа!». Она улыбнулась мне, и я понял, что она тоже рада моим успехам. Я не рассказывал ребятам, чем занимаюсь дома. И как мне помогли очки. Думаю, им это было неинтересно. Все теперь изменилось. Занятия в школе доставляли мне удовольствие. Никто уже не смеялся надо мной на уроках математики. Никто не называл меня чучелом. Однако мама не захотела останавливаться на таблице умножения. Она доказала мне, что я могу достичь большего успеха. И тут же приступила к следующему этапу моего совершенствования. Она хотела, чтобы я получал самые высокие оценки по всем предметам. Цель, конечно, отличная, но средства ее достижения мне не всегда нравились. Я решила, что вы слишком много времени тратите на телевизор, сказала она как-то вечером, выключая ящик на середине программы. «Но это совсем не так, ма!» Возразил я, пытаясь оправдаться тем, что мы смотрим образовательные программы и что все ребята из нашего класса, даже самые умные, смотрят телевизор. Но она настояла на своем, не принимая никаких возражений. Тогда мне такие правила не понравились, но тем не менее за ними стояло ее стремление видеть нас хорошими учениками. И впоследствии именно это изменило всю мою жизнь. С сегодняшнего дня вы будете смотреть только по три передачи в неделю. В неделю? Я представил себе, сколько чудесных передач мы пропустим. Мы знали, что любой протест бесполезен, и все будет так, как решила мама. С другой стороны, она доверяла нам, а мы были хорошими детьми и твердо придерживались семейных правил. Куртис был не таким послушным, как я, но зато он лучше учился. Однако и его успехи не отвечали тем требованиям, которые предъявляла мать. День за днем она убеждала Куртиса, стараясь показать ему новое направление, научить стремлению к успеху, заставить брата поверить в себя. Мы с ним отнюдь не были прирожденными неудачниками, но в нашем ближайшем окружении в то время не нашлось мужчины, способного стать объектом для подражания. Куртис был старше и, думаю, ощущал этот недостаток острее, чем я. Но с какими бы трудностями не сталкивалась мать, мама, пытаясь направлять брата, она не оставляла этих попыток. Благодаря ее любви, требовательности, постоянной поддержке и даже введению жестких ограничений, Куртис постепенно стал лучше приспособленным к жизни и поверил в себя. Мать твердо знала, как нужно использовать свободное время, которое неизбежно появлялось при отказе от просмотра телепередач. Вы должны ходить в библиотеку и брать там книги. Читайте, по крайней мере, две книги в неделю. В выходной будете рассказывать мне о том, что прочли. Это казалось невыполнимым. Две книги? Я еще ни разу в жизни до конца даже одной книги не дочитал. Конечно, кроме тех, что входили в школьную программу. Я не мог поверить тому, что за такой короткий срок, как неделя, можно прочесть целую книгу. Неделю или две спустя мы с Куртисом, еле волоча ноги, тащились за семь кварталов в публичную библиотеку. Мы ворчали и жаловались. Путь казался нам бесконечным. Но так и сказала мама, и нам в голову не приходило ослушаться. Почему? Мы благоговели перед ней. Мы знали, что она старается для нашего блага. А главное, мы ее любили. Бенни, радость моя, повторяла мама снова и снова. Если ты будешь читать, то сможешь узнать обо всем, о чем захочешь. Весь мир широко открыт для тех, кто умеет и любит читать. Вы, мои сыновья, добьетесь успеха в жизни, потому что будете читать больше всех в школе. И тогда в пятом классе, и сейчас, вспоминая об этом, я понимаю, что именно мама имела в виду. Она верила в Куртиса и меня. Если судить по ее вере в нас, то мы просто не могли оказаться неудачниками. Столь огромное доверие и помогло мне в конечном счете поверить в себя. Некоторые подруги матери критиковали ее за кажущуюся жестокость в нашем воспитании. Я слышал, как одна из них говорила, «Зачем ты заставляешь мальчиков все время заниматься? Они тебя возненавидят». «Возможно, они меня и возненавидят, но зато получат самое лучшее образование», отвечала мама, отметая любую критику. «Конечно, мы не возненавидели ее. Я не люблю, когда меня заставляют». Но мама смогла убедить нас, что эта тяжелая работа нужна нам самим. Кроме того, каждый день она повторяла, «Ты всегда можешь заниматься тем, что интересно тебе самому, Бенни». Я любил природу, животных, естественной науки. Поэтому в библиотеке я выбирал книги, поинтересовавшиеся меня темам. Как ни ужасно я учился по основным предметам, с природовидением в пятом классе у меня было все в порядке. Преподаватель этого предмета, мистер Джайк заметил мой интерес и поддерживал его, давая мне дополнительные задания. Просил помочь другим ученикам в определении минералов, животных или рыб. Например, я сумел выучить всю квалификацию рыб, а потом научился определять их виды. Никто в классе в этом не разбирался, и у меня были шансы блеснуть. Итак, я ходил в библиотеку и выбирал книги о животных и о природе. В своем пятом классе я стал экспертом по всему, что касалось естественных наук. К концу года я мог подобрать на железнодорожной насыпи любой камень и определить, что это за минерал. Я прочел столько книг о рыбах и других водных обитателях, что начал исследовать живущих в ручьях насекомых. У мистера Джайка был микроскоп, и я с удовольствием пользовался поручением готовить образцы материалов, чтобы под увеличением разглядывать живущие в воде простейшие организмы. Благодаря этим успехам я постепенно стал лучше учиться и по другим предметам. Теперь я с удовольствием предвкушал походы в библиотеку. Библиотекари запомнили нас куртисом и часто советовали, что почитать, рассказывали о книгах. У меня началась новая жизнь. Я с увлечением читал книги о приключениях и научных открытиях. Чтение значительно расширило мой запас слов. Вскоре я стал лучшим учеником по математике и окончательно забыл горькое прошлое. Почти до конца пятого класса страшнее контрольных по математике были для меня только диктанты. Обычно я скисал на первом же сложном слове, но и сейчас, спустя 30 лет, я еще помню то слово, на котором во мне проснулся интерес к правописанию. В последнюю неделю года мы писали длиннющие диктанты, а в них миссис Улеймсон давала нам слова, правописания которых мы изучали в течение двух семестров. «Лучше других, как все и ожидали», написал диктант Бобби Формер. К моему удивлению, решающее слово, принесшее ему победу, оказалось агрономия. А я знаю, как написать это слово. Заволновался я. Только вчера я встретил его в книге, которую читал. Когда победитель сел на место, во мне с новой силой проснулась жажда успеха, и я подзадорил сам себя. Я знаю, как писать слово агрономия. Спорим, я могу выучить любое слово в мире. Спорим, я могу выучить правописание лучше, чем Бобби. Я бросил вызов самому себе. Выучить правописание лучше, чем Бобби. Формер был самым сообразительным парнем в нашем пятом классе. Раньше, пока вперед не вырвался Бобби, репутация самого сообразительного оставалась за Стивом Кормасом. Бобби Формер произвел на меня сильное впечатление на уроке истории, когда учительница упомянул о льне, и никто не знал, что это такое. Тогда новичок Бобби поднял руку и рассказал нам о льне все, где и как он растет, как женщины делают из этих его волокон длину и ткань. Услышав это, я подумал, Бобби знает о льне все, он очень умный. И вот тут вместе с лучом весеннего солнца, проникшим в класс, в моей голове родилась еще одна мысль. Я тоже могу прочесть о льне или о чем-нибудь еще. Вот об этом-то и говорила мама. Если ты будешь читать, сможешь узнать обо всем. Я решил все лето читать книги, и к началу шестого класса, без особого труда, выучил множество новых слов и запомнил, как они пишутся. Бобби все еще был самым умным в классе, но я потихоньку подбирался к нему. Как только школьные дела стали улучшаться, во мне проснулась жажда успеха. Однажды я подумал, должно быть чудесно осознавать, что ты самый умный в классе. В тот день я решил, что единственный способ почувствовать свое превосходство – стать самым умным. Я продолжал читать. У меня улучшилось правописание, вырос запас слов. Я стал лучше понимать то, что учитал. Уроки теперь казались гораздо интереснее. А когда я перешел в седьмой класс Вильсиновской школы, второй ступени, я был уже лучшим учеником в классе. Но не в этом заключалась моя главная задача. Мне уже недостаточно было быть первым. Вот где сыграло свою роль влияние матери. Теперь я трудился не ради состязания с другими учениками. Я хотел от самого себя добиться самых лучших результатов, на какие был способен. Большинство тех, с кем я учился в пятом и шестых классах, тоже перешли в Вильсиновскую школу. Однако за прошедшие два года наши взаимоотношения с одноклассниками резко переменились. Все, кто когда-то насмехался над моей тупостью, теперь спрашивали меня, «Как тебе удалось добиться таких успехов, Бенни?» Конечно, слыша подобные вопросы, я сиял от счастья. Теперь ребята уважали меня, потому что я заслужил их уважение. Мне доставляло удовольствие получать хорошие отметки, выучивать больше, чем задавали, знать больше, чем требовалось. В Вильсиновской школе учились преимущественно белые, но мы с Куртисом вошли в число ее первых учеников. В этой школе я впервые опередил белых ребят. Приятно оглянуться назад и вспомнить тот интеллектуальный рост, который помог преодолеть стереотип об умственном превосходстве белых. Хотя тогда, конечно, я этого не осознавал. И в этой связи я с благодарностью думаю о матери. Малышом я никогда не слышал от нее разъяснений вроде «Белые – это!» Не образованная, вышедшая замуж в 13 лет, она оказалась достаточно мудрой, чтобы самой понять главное и воспитывать нас Куртисом в понимании того, что все люди – это люди. Она никогда не придавала значения расовым предрассудкам и нам этого не позволяла. Однако Куртису и мне приходилось сталкиваться с расовыми предрассудками, и мы могли бы ими заразиться, особенно в те годы, в начале 60-х. В памяти остались три случая, когда мы сами пострадали в этом отношении. Первый раз подобное произошло по дороге в Вельсоновскую школу, куда перешли мы с Куртисом. Мы часто старались прокатиться на поезде. Железная дорога шла параллельно улице, по которой мы ходили в школу. Хотя нам строго-настрого было запрещено вскакивать в поезд на ходу, свою совесть я успокаивал тем, что поезда шли довольно медленно. Мой брат мог вскакивать и в скорые поезда, замедлявшие ход у переезда. Я завидовал его ловкости. Когда скорый поезд подходил к переезду, брат забрасывал футляр с кларнетом на открытую платформу в начале состава. Затем выжидал и вскакивал на последнюю платформу. Чтобы не потерять кларнет, ему приходилось бежать вдоль всего состава. Но кларнет он ни разу не терял. Мы обожали это опасное развлечение. И всякий раз, когда я прыгал в поезд, сердце мое замирало от восторга. Требовалось не просто вскочить на движущуюся платформу, а потом спрыгнуть на полотно. Надо было не попасться на глаза сторожам, чтобы было гораздо труднее. Они следили, чтобы мальчишки и бродяги не вскакивали в проходящие поезда на переездах. Но нас им поймать так и не удалось. Мы перестали пользоваться поездом по совсем другой причине. Однажды, когда Куртиса со мной не было, я бежал вдоль путей. На встречу мне двинулась кучка мальчишек постарше, все белые. На лицах их горела злоба. Один держал в руках толстую палку. «Эй ты, нигер!» Я испугивно остановился и молча уставился на них. Я всегда был ужасно тощим и выглядел совсем беспомощным, а тогда мне и помощь-то было некому. Мальчишка ударил меня палкой по плечу. Я отскочил, не зная, что будет дальше. Они стояли передо мной и обзывали меня всеми грязными ругательствами, которые только могли изобрести. Кровь стучала в ушах. По спине лил пот. Я стоял, глядя себе под ноги, не осмеливаясь ответить и боясь бежать. «Не вздумайте, нигеры, еще раз пойти этой дорогой в Вельсоновскую школу. Если мы тебя снова поймаем, убьем!» Светлые глаза парня были холодны, как лед. «Понял?» Не поднимая взгляда отзвенимли, я пробормотал. «Ну да!» «Я сказал, ты понял меня, нигер!» Парень требовал ответа. Страх осковал меня. Я попытался ответить громче. «Да!» «Тогда выбирайся отсюда побыстрее и лучше не попадайся нам на глаза. В следующий раз мы тебя убьем!» Я побежал со всех ног и остановился лишь когда взлетел на школьный двор. С тех пор я перестал ходить этой дорогой, не вскакивал больше в поезда на ходу и не встречался с этой бандой. Чтобы мама не забрала нас из школы, я не рассказал ей об этом происшествии. Второй случай произвел на меня еще большее впечатление. Это произошло, когда я учился в восьмом классе. В конце года в нашей школе вручали грамоты ученикам, набравшую самые высокие баллы по успеваемости среди седьмых, восьмых и девятых классов. Я получил такую грамоту в седьмом классе, а Куртис в том же году, будучи в девятом. К концу восьмого класса все признали, что я смышленый парень, и мне снова дали грамоту. Вручала я учительница на общешкольном собрании. Передав мне грамоту, она поднялась на сцену и взглянула на аудиторию. «Я хочу сказать несколько слов», начала учительница необычно высоким голосом, и к моему великому смущению стала ругать белых ребят за то, что те позволили мне занять первое место. «Вы мало трудились», – выговаривала учительница. Не говоря этого прямо, она дала понять, что черный не может занимать первое место в классе, где учатся и белые дети. Пока она их ругала, в моей голове теснились разные мысли. Конечно, я был обижен. Я так старался стать первым в классе, может быть, больше всех в школе, а они унижают меня лишь потому, что я другого цвета. Тогда я подумал, что за глупая курица, и на меня нахлынула злость. Но я тебе покажу, и всем другим тоже. Я не мог понять, почему учительница так несправедлива. Она учила меня несколько лет, казалось, хорошо ко мне относилась, и наверняка знала, что я заслужил свои оценки и был достоин похвальной грамоты. Почему же она говорит такие жестокие вещи? Или она настолько невежественна, что просто не понимает, что все люди – это люди, а цвет кожи или расы никого не делает умнее или глупее? Я знал и другие случаи, когда люди из этнических меньшинств оказывались умнее выходцев из основной нации. Неужели она и вправду этого не понимала? Несмотря на обиду и гнев, я ничего не сказал. Пока учительница ругалась, я тихо сел на место. Несколько белых ребят посмотрели на меня, и по их лицам я понял, что они возмущены этими словами. Я почувствовал, что парни хотят сказать, ну и дура же она. Некоторые из тех, кто двумя-тремя годами раньше смеялся на мной, теперь стали моими друзьями. Они были смущены, а на лицах у некоторых ребят я прочел негодование. Я не рассказал матери о выступлении учительницы, решив, что не стоит причинять ей боль. Третий случай, запавший мне в память, связан с футболом. В нашем районе была футбольная команда. Когда я учился в седьмом классе, футбол был в большом почете. Естественным эскуртицам хотелось играть, но по сравнению с другими игроками мы были еще малы, хотя и имело одно преимущество – хорошую скорость. Мы бегали так быстро, что никто не мог нас догнать, но успехи братьев Карсановых, похоже, выводили из равновесия некоторых белых. Однажды вечером, когда мы уходили с поля после тренировки, нас окружила группа белых мужчин. Некоторым из них перевалило уже за тридцать. Их злоба говорила без слов. Я полагаю, среди них находились и те, кто угрожал мне на железнодорожном переезде. Я ужасно испугался. Один из белых подошел ближе. «Если вы посмеете прийти сюда еще раз, мы бросим вас в реку», – сказал он, после чего все повернулись и ушли. Чего не добились этой угрозы? В конце концов мы с Куртицем решили, что они не хотят, чтобы мы играли в команде. Когда мы вернулись домой, я спросил брата, «Кому охота играть в футбол, если к тебе так относятся?» «Я думаю, мы найдем, чем заполнить это время», – ответил Куртиц. Мы больше не ходили на тренировки, но о причине никому не рассказывали. К счастью, никто особенно этим не интересовался. Матери я сказал, что решил больше не играть в футбол, а Куртиц объяснил, что хочет побольше заниматься. Мы ничего не говорили матери об этих угрозах, зная, что услышав о них, она начнет беспокоиться. Теперь, будучи взрослым, я порой с улыбкой вспоминаю о нашей семье. Пока мы были маленькими, мама оберегала нас, ничего не рассказывая об отце и своих проблемах. Потом мы выбрали тот же самый способ, желая защитить ее от лишних волнений. Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Аллилуйя!